Лайф и Стрэндж Главную героиню по имени Макс За основу взял селфи, который она делает В начале второго эпизода Без улыбок, воспринимай свои силы всерьез Не самое детальное изображение Ну что поделать Мне хочется именно это фото И все тут Трафарет получился дико пиксельным Но это не беда А вот куда я хочу вмонтировать эту картинку Это совсем другая история На этот ДР друзья преподнесли мне очень классный подарок Подарок нашли Это детеныш? Я могу так сделать? Нет, конечно Угадай кто старался Я вижу руку мастера Шикарная идея Гениально Сюда положите мой фраг, пожалуйста Ну что, пора более детально рассмотреть Что мне тут изготовил рама Это здоровенная шкатулка В которой я теперь буду хранить свои краски Я ее немножко уже царапнул Но ничего, как бы Боевой корабль должен быть с пробоинами, я считаю Тем более я не специально Петельки И самое главное Мой знак Мой знак Не биохазар Теплялочка вот такая вот Ну, я предлагаю вам заглянуть уже внутри Что же там Давайте сначала по крафтовым вещам Карамач озаботился тем, чтобы мои картинки были четкие И не смазанные И сделал мне вот такой вот Я называю это, наверное, больше не скамеечкой А подлокотничек Специально для того, чтобы не смазать Незасохшую краску на картине Мы его обязательно заюзаем сегодня Я покажу, как это работает Вот И Друзья мои скинулись на акрил Чтобы я творил И творил с удовольствием На обзоре Краска Пебео Пебео Здесь у нас присутствует Металлик Красочка с оттенком металла Ее пока не смотрим У меня уже есть подобная краска Вообще интересный случай Я недавно только ротарился Точно той же самой маркой Вот это я купил на свои кровные И в этой коллекции В этой линейке тоже присутствует Иридисцентная краска Выглядит она очень интересно Вот примерно так Забегаем вперед Это следующий проект наш Потом отдельное видео Будет Видите Вот, вот, вот Плестит Также в наборе присутствует Цветонакопительная паста Она светится в темноте Ну Я думаю Я думаю Ее тоже использовать не будем Пока Интересная штука Попробуем ее потом реализовать Более творчески Сегодня будем пользоваться Исключительно обычным Классическим акрилом Который я купил И который мне подарили Что это за звездочки И точное описание линеек Я так и не нашел Если вы владеете этой информацией То черканите в комментариях Хочу все знать Кстати, может быть Зависит от того Что разные выпуски Разные партии Может быть Мой дизайн изменился Со временем А идея такая Что мы сейчас затестим Эти краски На примере одной картинки Которую я потом Клею вот сюда Чтобы у меня был Прокачан Некрасивый Ларец Я надеюсь Рама будет не против Нужно изготовить Эрголитку Которая будет четко Подходить по данный размер Благо ДВП материал податливый И проблем с корректировками Быть не должно С помощью электролобзика Придать нужную форму Довольно просто С натягом Так подходит Так подходит Немножечко Прямо миллиметр Надо прибрать Но все равно Понадобилось Несколько подходов В роли грунтовки Я буду использовать Аэрозольную краску Фирмы Артон Ее матовость Будет как раз в тему А тем временем Пора бы уже заняться Трафаретом Состоит он всего Из двух листов Ну и вообще Довольно простенький Но суть не в этом Моя задача Показать Как ведет себя Этот акрил Как у него С укрывистостью Как ложится Анализ таких вещей Всю пиксельность Я сглаживаю На свое усмотрение От этого и появится Уникальность Моей Макс Наносить краску Наносить краску Буду губкой Так получается Более аккуратно Так как выглядит Акрыл в сыром виде Это одно Нас интересует Сухой слой Нанесем по одному Слою Дадим просохнуть И тогда уже посмотрим Разумеется Я поправлю Вся форма кистью Это даже не обсуждается Ну вот первый слой Делайте выводы Ну короче Я помудрил уже над ней И нарисовал фон И сделал два слоя акрила Давайте посмотрим поближе Что мы видим здесь Желтый Сам по себе Очень сложно укрывается Тут у меня даже Наверное не два слоя А целых три Но в целом Удовлетворительно Так как фон у меня Такой он был Довольно грязный Тут кое-что потекло Кое-где залезло Сейчас мы это все исправим Немножко здесь накосячил Но в целом Что по краске Я считаю что укрывистость У нее Неоднозначная То есть какие-то цвета Ложатся хорошо Вот допустим Вот этот светлый оттенок Хорошо лег Желтый Да проблематичный Оранжевый тоже вопросов нету Тут можно заметить Что все равно Есть какие-то пробелы Фон похож на Момент Когда Макс Перематывал время Максимально мощно И там начиналась вообще Такая фигня Что реальность Рушилась И такой эффект Как будто пленка горит У меня получилось Я так думаю Получилось это передать Хороший фон Вот сейчас я попробую Все это обвести По новой Убрать вот эти все Подтеки Ну и в целом Что-то А рот есть делать Надо Артарот Нету Потому что Можно присмотреться На исхиде Он тут уже немножечко Это даже зубы есть Но я их рисовать не буду Сейчас допилим И посмотрим Финальную версию Когда делаешь Финальные штрихи То и дело Прыгаешь от одного Угла картины К другому И постоянно Смазываешь свежую краску Подлокотник Исключает эту проблему Но скажу сразу К нему нужно привыкнуть Но это того стоит Так Ну что Дорисовал я эту картинку Давайте посмотрим Ну Желтый Опять же Ни хрена Они перекрывают Я пытался Пытался Мазюкал Мазюкал Нет Ни в какую Ну Хер с ним Просто он такой Прямый Глаза Мне нравятся Рот Я сделал другим Тут видно Что У нее такие губёки Мощные Я сделал Такие Тонкие Мне больше нравится Я решил так оставить Ну вот Как-то вот Так получилось Сейчас мы ее Влаг И Монтируем Кейс Кейс Вот палитра Которая мы работали Не вся конечно Я какую-то еще Стороннюю брал Да Вот Сонет Невская палитра Коричневая Ну тоже Ни хера Не укрывает Как я хочу Я наверное Что-то очень много хочу Похоже на это Хочу многое И Разочаровываюсь За это Ну вот так Она у нас Выглядит Влаги Сейчас будем Ее прикручивать Ну в общем Такая история У нас Получилась Я ее не стал Сажать на клей Потому что Думаю что Со временем Нарисую Может быть что-то еще Поставлю сюда Какую-нибудь Другую картинку Что могу сказать Чисто по краске Это не конечный вариант Я думаю что Что-то еще буду пробовать Будем изучать этот рынок И нужно найти свою краску Потому что Это не совсем меня устраивает Честно говоря Но в целом Как бы Работа выполнена На этом промежутке Мы остановимся Будем идти дальше А дальше Интереснее Надеюсь этот ролик Поможет вам сделать выбор Когда в следующий раз Поедете затариваться Напоминаю про инстаграм Там можно спалить Кое-что раньше всех И тыкайте колокольчик Так новости о свежем материале Дойдут до вас 100% Счастливо